Привет, друзья! Привет! Сегодня Лизочка поедет в русскую школу здесь. Это четвертый или третий раз? Марина и моя подружка любимая. Эта русская школа находится при Русской Баптистской Церкви здесь. Там учителя-волонтеры. Все на волонтерском начале основано. Так, Лизочку взяли сразу у нас во второй класс. Так как я с ней занималась, вот написано второй класс. И Лиза Капустин. И вот у нее здесь есть уже учебный материал. Только я новенькая там, и я там вот эти первые страницы не сделала. Лизочка чуть позже пошла, и она пропустила. Здесь сначала у нее задание не сделано, а потом вот откуда она начала учиться. Да, я тут уже начала. Кстати, Лиза левша, поэтому у нее буквки прямо стоят, не наклонены вот так. Две русских женщины, да, у вас, учителя? Да. Две. Это Аня и тетя Света. Аня и тетя Света. Помоложе просто называет Аня, которую постарше называют тетями. Здесь нет имени-отчества, так как это все волонтеры. Как мама, это тетя Света имя. Написано «Умничка», это оценки. Так, у нее еще есть дневник вот такой. Ученица второго класса. Смотрите, здесь задания, даты, оценки, звездочки, телефоны. Когда тут пятна берет, а звездочек, тогда это дадут какой-то приз, и в конце есть секретик. Тут тики-то такие дадут за хорошее поведение в школе. И за них в любом магазине, в игровом центре можно без денег обменять, и там все, что хочешь делать. Это задания на дом. Раз в неделю они учатся, по четвергам. С 7 до 9. Два часа. И переменка у них еще есть. Так, здесь вот еще слова, которые надо читать быстро. Как развивается быстрота читания. Быстрота читания или чтение? Чтение. Так, здесь кроссворд какой-то, задание. Это уже сделано, задание. А ты читала вот это? Да, все прочитала. И слоги. Короче, помимо Лизочки, я все-таки настояла старшим, чтобы они тоже пошли. И они, скажем так, пробно ездят тоже, ходят в такой пробный класс, где им нужно подтянуться до уровня знания их возраста, Соня и Коли. Поэтому они сейчас в одном классе будут, потом по-моему, выше и выше. Нет, а ты сразу в второй класс пошла, потому что ты своим возрастом и своим знаниям соответствующий. А дети наши чуть отстали от своего возраста. И, кстати, я уже говорила, эта школа практически бесплатна. Мы только платим в начале учебного года 100 долларов на всякие вот эти вот материалы учебные. А Никита у нас обижается. Его не взяли в русскую школу, сказали, еще маленький. А он плачет обижаться. Лизочкин прошлогодний рюкзак пригодился. Я его не стала выкидывать. Пригодился. Соня, вот тоже тут есть задание. Читать текст. Есть все на библийскую тему. Это мне и Коле. Да, это библия в стихах Азбука. У него даже класс здесь не написан, потому что у него такой класс переходной. Короче, Никита все-таки напросился. Он уже со мной один раз там был, в коридоре сидел, буквы писал. Такой Филиппок. Да, у него свой этот рюкзак, там байндер с листками. Филиппок. Учится в коридоре сидит, со мной буквы пишет. Парбос этот. Так, ну что, погнали? Ага. У нас такой осенний вечер. Хэллоуинские украшения на улице. И мы сейчас едем в школу. Выезжаем еще светло. Приедем, уже будет темно. Мы туда минут 20 едем. Коль, ты хочешь ехать в русскую школу? Нет. Коля, честно и откровенно признается, нет. А почему едешь? Я забыла, что не заставляешь. Очки. Мама заставляет, да? Да. Мои очки. Коронный номер Сони. Забыла очки. Мама, как долго. Соня, а ты почему в русскую школу пошла? Потому что я хочу, чтобы у меня был лучший русский. Коль, тебе совсем не нравится в школе в русской? Нет. Соня, тебе нравится в русскую школу ходить? Дома училась. Что, Коль? Дома хуже. Дома еще хуже, да? Да. Ну и дом у нас. Хуже русской школы. Это же гулав какой-то, а не дом. Это просто ссылка. Никит, ты лежишь? Угу. На глазах темнеет. В глазах темнеет. В глазах. Мы все время под реки едем. Здесь очень живописно. Всегда стекло грязное переднее, да, Попольчик? Ну, естественно, мы же ездим, мух всяким сбиваем. Очистить стекло не умеем. А если их вовремя не помыть, этих мух, то потом они железобетонные становятся. Их потом не отдерешь. Велосипедисты здесь всегда. Под колеса. Ага. Вот там вдали, я не знаю, машину дадут нам снять. Это такой дом престарелый здесь. Старинный особняк. Я уверен, что здание относится к памятникам архитектуры. Скорее всего, оно храняется законом против сноса и все такое. И переделок. Сейчас мы будем проезжать мимо горы, Винной горы. И там Винная ферма, или как сказать, как это называется? Я не знаю. Винный дом, короче. Я там ни разу не был. Они там выращивают виноград свой, и там очень красиво. Там свадьбы отмечают на горе. И оттуда вид потрясающий. Ну и свадьбу там отметить стоит нехило. Наверное, тысяч 10 долларов, да? Я не знаю, я нервно там не женился. Да? Точно? Зуб стал. Сам видишь, в лесочке как будто это самое. Огни какие-то? Да, и там огни. А, там, наверное, свадьба, да? Да вряд ли свадьба, четверг вечер. Ну, какой-нибудь праздник, значит. Там многие состоятельные люди праздники свои отмечают, арендуют. Здесь не видно, но там очень красивое здание в виде замка. А вот почему я там не был, потому что я несостоятельный. Я думал, почему я там ни разу не был. Оказывается, я несостоятельный. Поэтому я там ни разу не был. Опять волнуешься, да? Соня, когда едет, так ее трясет, подтряхивает. Я не готова. Ничего, привыкните скорую. Я поэтому там с ними остаюсь и их жду там, чтобы поддержать. Вот там, короче, скоро будет с правой стороны еще одна русская церковь. Вот это, только это не ваптисты, а пятидесятники. Здесь очень много церквей русских. Очень много. Сколько штук? Три. Восемь. Есть? Десять, наверное. Сто. Очень большое количество. Так вот там в этой школе образование уже идет на государственном уровне. У них есть лицензии. Они ставят оценки. Эти оценки идут в официальный документ. Вот в этот сертификат будет вписано, внесено, что они вот такой класс прошли, и у них есть русский язык. Дети, у вас когда иностранный язык будет, не знаете? В хай-скул или в миддл-скул? В хай-скул. В хай-скул. Все эти церкви русскоязычные, но здесь во всех выходцы из бывшего Советского Союза. Так, мы планируем на следующий год сюда детей отдать, чтобы они уже официально здесь учились. В той подтянулись. Коля, как всегда, нет. Я сюда не иду. Центр оф лайф Славик Чорч. Это написано Центр Жизни Славянская Церковь. Короче, здесь пятидесятники русскоязычные, выходцы из всех стран бывшего СНГ. 16 минут едем, вот уже дольше. 6, 6, 37, 8, 7, правильно, 7. Короче, все это в лесу, в горах находится. Здесь очень красиво. А вот она церковь. Так выглядит здесь церковь. А может, они туда тоже выйдут? Конечно, с нами пойдет. Что-то вообще машины еще нет. Мы рано приехали. Нет, никого нет. Может, сегодня не четверг? Часто не точно четверг. Мы поздно просто. О, красиво. Я не знаю, будет ли что-то видно на камеру ночью. Никита, папа что-то зовет. Я думаю, я угрыну какой-то зверюшкой. Хорошо, подучи. Папа говорит, хорошо, подучись. В коридоре со мной. Пошли. Там какая-то дверушка пробежала. Он вверх ногами его. Пишет, папа пишет. Пока ты пишет. Так, Филиппок, пошли. У нас надо было Никиту назвать Филиппом. Филиппком. Пошли. Никит, бай. 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 Иди сюда. Куда пошел? Пошли со мной. Напросился. Пойдем. Пока. Ученик, студент. Соня говорит, отступать, закрой окно, чтобы тепло было. Соня всегда беспокоится за здоровье. Хочет сына родителей. Так, мы приехали слишком рано. Там, наверное, пусто сейчас. Мы как раз снимем хорошо, чтобы нам никто не мешался. Так, уходим со стоянки. Холодно. У нас сегодня ночью мороз был. Не знаю, видно что-то в темноте или нет. Церковь выглядит вот так ночью. Большой домик такой, огромный. А с другой стороны? Не, пошли, да, здесь пианино стоит за дверью. Пианино будет мешаться, зайти. Привидения, да, некий в темноте, он боится привидений. А, ну, что стоишь? Если ручки есть, а ручка, то я работаю. Так, короче. Вот так, это холл церкви. Пойдемте. Так, началось. Все хотят в туалет. И Никита хочет, пошли. Соня, отведи Никиту, девчачий. Потому что я в мальчишече, я его не поведу. Я не пойду с тобой в мальчишече. Ну ты что, как я взойду с мужчинами там буду в туалете, в мужском? Коля, отведи Никита в мальчишече. Я тебя очень хочу. Девчачий пойдешь? Иди с Колей. Так, пошли. Я сниму, как в туалете здесь в церкви. Люлька. Для переодевания Бибика в кроватка. Так, это здесь что-то для чистки. Мама. Туалеты. Лиза на втором этаже занимается. А Соня, вот этот проходной класс, непонятно какой. Вот тут за ширмой будет. Ширму разложат, растянут. Мы слишком рано приехали. Будем ждать других детей или пойдем по классам? А пошли посмотрим класс, пока люди не пришли твои. Пойдем? Пошли. Сейчас выйдут с Колей, с Никитой. Лизочка, как мы уже говорили, ходит туда с Марины. Если бы не Марина, она туда не пошла бы. Да, Лиз? Марина у нас тут первая открывателька, подружка. Библиотека. Мы про звук посмотрим на класс. Да, пойдем. Закрыто? Да, открыто. Так, короче, вот Лизин класс. Просто все доска. Ну, сейчас придет уже чуть-нибудь. Никого еще нет, Маран приехали. И столы. Лиз, где обычно сидишь? Я раньше тут сидела, а другой раз тут. Ты где захочешь, да, садишься? Да, где захочешь, там. Выбирай, пахнухай мои руки. Так, ну что, ты останешься здесь или пойдешь с нами вниз? Пахнут руки, да? Мы вам помним, да? Ну, пошли вниз. Пойдем вниз, отведем в вашу пахну. Здесь все дети русскоязычные. Русский язык. Марин, как дела? Хорошо. Марин, как дела? Встретим тебя, Марин. Класс, здесь стулья сейчас со столами поставить. Здесь будет Соня и Коля тренироваться. Я хочу только стоять и просто подъезжать. Положи здесь. Соня, ты хочешь побегать, да? Чуть попозже здесь будет полно детей русских. Русскоязычный, не русский, а русский язык. Отойдите, я так и проигрываю. Пас. Где будете садиться? Тут? Лизина, куртка ваша в прошлом неделе. Так, ну что, удачно поучиться. Пока. Сейчас у тебя придет. Никита, вылазь. Э, ты что под стол, Никита? Вылазь. Никита, ты же не в этом классе. Пошли за стол, сядем с тобой. А мы там сейчас стулья с тобой поставим, как всегда. И будем учиться. Так, сейчас Никита покажет свой рюкзак. У него там все, как у ученика, даже ручки, карандаши, все есть. Филиппок. Нет, я Филиппок. А кто ты? Никиток? Я Никита. А, окей. Он как ученик опоздал. У него свой блайндер. Есть тетрадки. Да, и еще, смотрите, такая рама. О, да. И еще я в пластыре следы. Кисы его царапают. Правильно, жвачка обязательно нужна в школе. Нет. А это тебе. Спасибо. Пожалуйста. Покажи, какая у тебя жвачка. Мятная. Да. Полярный лед называется. Да, полярный лед. Такой у него пенал с карандашами. Да. И добавим. Значит, нужно сделать вот такой крестик. Угу, крестик, а потом еще палочку. Получилось? Угу. Молодец. Так, давай зрителям попросим поставить лайк этой буквой «Ж». Угу. Да? Да. Мама, я устала. Две буквы, и ты устал? Ну и какая тебе школа? Пошли на третий этаж, посмотрим, что там. Там, наверное, служба идет. Пойдем посмотрим. Службу снимем. Собои, кто торговля, там в храме, кто готовы, Христос, в рыбном. Хочу везти с собой тот скот, который приносили в жертву, покупить здесь. Если возможно было, так сказать, чуть дешевле купить, он был бы и купить дешевле, с небольшим изъявом, хотя вот это вот все, раз он здесь купил, значит, оно считается приходным даже для жертвы. И вот таким образом происходило вот это вот уменьшение как бы долга. Но это было же обман, это была несправедливость, это была мерзость. Пилось безумно. Христос это знал, он чувствовал это, что там это происходило, и он их всех вывел оттуда. А что-то нам иногда непонятно, и иногда мы будем точно так же оказаться в позиции этих вот. Так, ну, так тоже пойдет. Все? Все, пора отдыхать. Время перекусить у Никиты. Иной-иной. Будешь кушать? Нет. Никита, этот каково, миндаль и изюм. Кто любит есть изюм и миндаль вместе, поставьте. Лайк. Мы обожаем, очень вкусно. Да, еще мы обожаем лайки. Лайк, 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 лайк. Кстати, лайк. Еще две изюминки дай. Спасибо. Пожалуйста. И еще один миндаль. Нет, одну изюминку еще дай. Вкусно, один миндаль и три изюминки. Все, такой комплект, это классно. Там Коля с Соней. Так, короче, мы уже заскучали. Тут Никита уже домой просится. Наверное, мы больше его брать не будем, да, Никит? Угу. Так, а вы что вышли? На поле. На переменку. Переменку дали, да? А мы никогда не ходим. Все, идите. Пойду. Какие у тебя тут колеса? Могу кататься везде, где хочу. Сейчас. Не покатнись, покажи. Я не могу пока. Ух ты. Вот это у тебя шизик. Поехали. Эу, 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 не ломай ноги. Все ужас? Давай, пиши. Так, а мы еще у нас... Буклы? Да. Будете рисовать? Ну, ладно. Кто не будет рисовать? Марк, будешь, нет? Я уже рисовала. Народица. А, че. Директор сейчас подошла. Она ходит по всем классам, раздает йогурты питьевые. И Никите ученику тоже дала. Она сказала, на, ученик, бери. Она в курсе его ситуации. Мам, можно я распаковать? Конечно, можно распаковать. Просто открою. Выкидывай, иди. Песнотень, да? Да. Неси, неси. Вот коробочка с йогуртами. Ну что, понравилось? Круто было? Коль, тебе понравилось, Коль? Да. Понравилось? Да. Звонок официальный. Ну как? Понравилось? Это йогурт. Смотри. Даже Никите такой йогурт дали. Мы попробуем. Представляете, сколько здесь? Это маленькая часть этого русскоязычного мира. Все, пойдемте. На улице ночь. Проши папу. Мам, позвони папе. Я думаю, он будет вон там. Да, кстати, если кто-то спрашивает, вожу ли я машину. Нет, я машину не вожу. Потому что я кто? Девушка. Блондинка. Нет, я до определенного времени водила машину. Ну, давай. А с детьми сейчас я не вожу. Ты водила только Фордик. Да, я с детьми боюсь водить машину. Я не доверяю себе, как водителю. Так, ну где папа? Вы не кто-нибудь? Подожди. Да вон, да где папа? Вы не поверите, но папа у нас с кисой. Как ты с ней приехал? С ней пундры. Конечно, с ней пундры. Садитесь, пристегивайтесь. Ой, твоя мистическая я заняла нас. Подождите, садитесь, пристегивайте. Папа, я пристегиваюсь. И что это означает, папа, что я в шортах не пристегиваюсь? Папа, дали мне. Она сначала... Шст, шст, шст. Ты не пристегнулся. Пристегивайтесь. Она сначала изучила всю машину. Потом залезла вот так на меня. Вот сюда легла. И вот так вот мы все. Это и вел так, да? Такой крутой мэн. А она смотрела. Сейчас покажу, как это делается. Вот так. Сейчас машина запищит Я не пристегнута Училку не задавить Ботаника не задавить Так, кису мне, да? Нате кису Держите крепко, а то ее размажут по стеклу При торможении Понравилось вам? Да Все будут ходить в русскую школу У меня же Коля Директриса не взяла еще деньги за Соню и за Колю Я говорю, давайте посмотрим Она, видимо, опытная Она говорит, давайте еще посмотрим Я говорю, за Соню готова заплатить А за Колю еще пока нет Что? 100 долларов Я буду ходить Будешь? Да Ну ладно Так На этом все, дорогие зрители Если вам понравилось наше видео В русской церкви, в русской школе, то Поставьте лайки И если вы хотите, чтобы мы еще больше снимали видео Про русские церкви здесь и про русскую общину, то Напишите В комментариях И лайки тоже поставьте И лайки На этом все Дорогие зрители, спасибо Отпишитесь Дорогие зрители, спасибо, что вы все это время были с нами До свидания До свидания Можно подержу кису?